С нами на связи Давид Гендельман, израильский военный эксперт. Давид, рады видеть в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Давид, знаете, вот я начну вот с такого вопроса. Когда появилась информация по поводу того, что Иран обязательно ответит, да, вот, якобы на тот удар по консульству в Сирии, да, иранскому, где были убиты военные, высшее военное руководство, представляющее, соответственно, иранские интересы, все говорили о том, что Иран при этом, при ответе, да, он будет использовать свои прокси в разных государствах, да, как и страны, речь о них идет, как и разные группировки боевиков. Ну, а тут он позволил себе, знаете, не скрывать, скажем так, этот удар и от себя заявить по поводу этой атаки. Дэвид, как вы считаете, почему именно вот сейчас мы наблюдаем такую открытость агрессивную со стороны официального Тегерана? Думаю, именно в том, что это было изменение стратегической многодесятилетней парадигмы. Просто так Иран много десятилетий действовал руками прокси, в частности, против Израиля. Сейчас он решил, что это удачный момент для изменения уравнения. Возможно, что частично Израиль завяз операцией в Газии. Напряженное отношение на фоне этого с западными странами, в том числе Соединенными Штатами. Ну и, кроме прочего, ликвидированный генерал выше рангом, чем Израиль ликвидировал обычно. Плюс то, что удар был по штабу Ксир, который там находится под прикрытием якобы консульского отдела. То есть все это в сумме провело иранское руководство к мысли, что надо все-таки изменить парадигму. Проблема в том, что предварительная оценка израильской разведки перед нанесением удара тоже была. Что Иран скорее продолжит делать то, что он делал раньше и не изменит свое поведение, не нанесет прямой, может, массированный удар сам. То есть мы видим оценку намерений противника, в том числе со стороны израильской разведки. Но сейчас это уже факт, что Иран изменил свое поведение. Хотя в тактико-техническом смысле атака практически ничего не добилась. Там небольшие минимальные, минимальный ущерб на авиабазе – это не то, чего они хотели добиться запуском более чем 300 средств воздушного нападения. Но в стратегическом, политическом плане сейчас Иран именно перешел в красную черту, сделал ход конем, осмелился сделать то, чего он до сих пор не делал. Именно это подталкивает израильское правительство к тому, что нужно ответить подобающим образом. Потому что, кроме прочего, это не просто изменяет возможный баланс сил, но осложняет также дальнейшее действие Израиля в Сирии, так называемую кампанию между войнами. И сейчас на каждый такой удар Израиля в Сирии Иран будет отвечать таким образом, то это нежелательное изменение уравнения. Все это подталкивает израильское правительство, потому что ответить все-таки нужно, несмотря на политическое давление Соединенных Штатов и других западных стран, чтобы Израиль все-таки не отвечал. Да, тут много интересных моментов. Причем Иран не ответил таким же, скажем так, словом, как Израиль, не по дипмиссии, не по дипломатическим установам был нанесен удар. Но вот как вы думаете, зачем вообще, в принципе, Иран предупреждал о своих действиях? Это один момент. Ну и, собственно, запускает эти же дроны. Это была комбинированная атака, такая же, как и Российская Федерация. Чуть ли не каждый день запускают по Украине дроны, ракеты, учитывая, что нет границ с Израилем общих, у Ирана. И те же шахеды около 9 часов должны были преодолеть. Вот на что рассчитывал Иран, совершая такие прямые атаки? И учитывая, вот буквально Fox News сообщает о том, что в США заявили, что во время атаки на Израиль приблизительно 50% иранских баллистических ракет не запустились, либо же упали, не достигнув своих целей. Ну и вообще Иран заявил, что на самом деле то, что они хотели достичь, они достигли и, собственно, удовлетворены своей атакой. Здесь, в принципе, несколько параметров. Я уже сказал, хотя в тактико-техническом смысле особого успеха у них не было, но они рассматривают это именно как стратегическое достижение, само то, что они осмелились это сделать. Они уже этому весьма рады и весьма этим гордятся, чуть ли не вводят парады в честь этого. Насчет предупреждения. Нечто подобное было после ликвидации американцами СМС Сулеймани в 2020 году в Багдаде. Иранцы, когда после этого хотели отомстить ударом по американским базам, они тоже заранее предупредили, говорят простыми словами, чтобы излишне не пугать страусов, чтобы не вызвать излишне резкую реакцию. Они более-менее очертили, что они намерены делать, что они не хотят начинать какую-то войну, но чувствуют себя обязанными ответить. Наверное, то же самое было и здесь. Аналогичный выбор цели. Удар был нанесен не по именно израильским городам, а по военным базам на юге и на севере. То, что у них особо не получилось сделать другое, но они планировали удар именно военным базам, а то, что оно летит издалека и прочее. Это уже технические издержки, тут уже ничего не попишешь. Если запускать такую атаку из Ирана, то понятно, что беспилотники и крылатые ракеты летят долго, и баллистические несколько быстрее, но это уже технические ограничения вооружения, тут уже ничего не попишешь. Дэвида, как вы считаете, какой в дальнейшем может быть позиция израильских властей по поводу того, отвечать или не отвечать, ну и в контексте, якобы, знаете, переговоров администрации Белого дома Соединенных Штатов Америки с представителями Израиля, в частности, с премьер-министром Нетаньяху, по поводу того, что если было желание как-то ответить, то стоит там семь раз подумать перед тем, как идти на определенные шаги в этом направлении. Думать, разумеется, надо. Проблема в том, что Соединенные Штаты, разумеется, в идеале бы хотели, чтобы Израиль вообще не отвечал. Они это, в принципе, говорят открытым текстом. Но, в конце концов, израильское правительство не может всегда и везде только делать то, чего хотят Соединенные Штаты. У Израиля есть собственные интересы. Пока индикации, на данный момент, к тому, что ответ все-таки будет. Знается, заранее предупредят американцев, что и где конкретно собираются делать, чтобы не подставлять в том числе американские войска, американские базы в Ближнем Востоке. Но сейчас пока все склоняется к тому, что ответ все-таки действительно будет, несмотря на уговоры западных союзников. Ну вот, смотрите, по заявлениям иранского генерального штаба они не планируют новых атак. Корпус Стражи Исламской Революции, как я уже говорила, заявил, что достигли всех поставленных целей, но будут отвечать, если ответ Израиля будет поддерживать США. Ну, уже, собственно, в США и заявляли, что не рассматривают никаких поддержек, но будут поддерживать, скажем так, помогать и дальше защищать Израиль. Как вы считаете, действительно, вот то, что Иран пригрозил, да, нанести удары по базам США, это серьезная угроза, и в случае, если Израиль будет отвечать, даже без поддержки США, какие-то будут ответные действия от Ирана, и какого масштаба они могут быть, учитывая этот опыт? Ответ Ирана будет по Израилу насчет американской базы. Как раз американцы все, что можно сделать для того, чтобы этого не произошло, и они не просто так уже официально в слух заявили, что не будут участвовать в этом ударе, именно с целью, чтобы по ним в ответ не прилетело, что называется. И там как раз шансы на то, что иранцы к этому прислушиваются, есть, потому что, если они в ответ ударят по американцам, то на следующем раунде американцы уже меньше будут сдерживать Израиль и, возможно, захотят поучаствовать сами. Поэтому, возможно, Иран решит лучше их все-таки не провоцировать. Если удар нанесли только израильтяне, то ответим по самому Израилю. А втягивать американцев самих, при том, что они вроде как по нам, по иранцам не били, то есть, разумеется, полностью 100% знать нельзя. Для этого нужно влезть в голову именно иранскому руководству. Но есть вполне весомые резоны, что если американцы не будут участвовать в атаке, на Иран, то они таким способом, возможно, сумеют все-таки избежать ответного удара по своим батареям. А скажите, Давид, как вы смотрите на историю, ну, в целом, на такой термин, на такую дефиницию, как красные линии, да? И как, по-вашему, какие для Соединенных Штатов Америки могут быть красные линии, которые пересечет Иран в своей агрессии против государства Израиль? Ну, в администрации же заявляют, это всеобъемлющие поддержки на Израиле, соответственно. Ну, в Соединенных Штатах заявляют о всеобъемлющей поддержке Израиля, о железной поддержке. То, как вы считаете, да, есть ли в этом плане красные линии? Или вот это желание деэскалировать ситуацию в Белом доме, оно все равно будет превалировать в возможных решениях, которые будет принимать администрация Джозефа Байдена, на американский политикум в отношении поддержки Израиля и тех шагов, на которые может пойти официальный Вашингтон? Можно тут провести разницу между оборонительными и наступательными действиями. Скорее всего, оборонительные действия со стороны Соединенных Штатов будут продолжаться, избивание средств воздушного нападения и прочее. Это да. Насчет вопроса, при каких условиях бы Соединенные Штаты присоединились, собственно, даром по Ирану, для этого можно перейти к красную черту, например, в большом количестве гражданских жертв в Израиле, либо что-то примерно такое. Но Соединенные Штаты именно и стараются предотвратить это положение и больше всего беспокоить не пришлось бы самим Соединенным Штатам втягиваться в эту войну. Еще одна большая в Лижневосточная война с участием в США совершенно не нужна. Им хватило Ирака и Афганистана. Они всеми силами не хотели ввязываться. Израиль защищать они, возможно, и будут. Насколько можно, они будут стараться не вступать в какие-то ударные, наступательные действия. Напоследок, в этой операции со странным названием «Правдивое обещание» кто поддерживал Иран? Есть эксперты, в BBC, по-моему, я читала аналитику, которая говорила о том, что на самом деле еще Россия и Китай поддерживали, неофициально, скажем так. Как вы видите такую вероятность? Возможно, на политическом уровне как заявление российской Амиды против на чисто военном техническом уровне нет никаких индикаций к тому, что там будет какой-то российская или китайская. Спасибо вам большое, Давид, за вашу аналитику, за то, что нашли время к нам присоединиться. Напомню нашим зрителям, Давид Гендельман, израильский военный эксперт, был с нами на связи, обсуждали, что происходит в Израиле, будет ли ответ. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.